Ассалам алейкум ардах тагаин. Сегодняшний мой видеоролик посвящается вопросу, а где же находилась легендарная столица Кангюйского государства? На сегодняшний день имеется несколько вариантов ответа на этот вопрос. Первый вариант. Битянь располагался в 900 километрах к северо-западу от города Эрши в Ферганской долине. Второй вариант. Битянь находился возле современного священного города Туркестан. Третий вариант. Битянь находился на месте, где сейчас обнаружено древнее городище Канка в Аккурганском районе возле Ташкента. Однако я лично поддерживаю версию о том, что столица Кангюйского государства город Битянь находился на территории Жуалинского района Жамбылской области. И эту версию поддерживают и защищают такие авторитетные ученые-историки, как Александр Бернштам, Людмила Боровкова, Искандер Турбеков и Аймандо Смбаева. Основными аргументами того, что столица Кангюев, легендарный город Битянь, находился недалеко от современного Тараза, являются следующие факты. В древней китайской летописи Ханьшу сообщается о том, что Кангюйский владетель пребывания имеет в городе Битянь. Битянь отстоит от Чаньяня на 12300 ли и не подчиняется наместнику западного края. И это единственные дошедшие до нас сведения о Кангюйской столице города Битянь. Но и этих данных достаточно для того, чтобы показать, что Битянь действительно располагался недалеко от Тараза. Ли – это древняя китайская единица измерения, составляющая примерно 360 шагов. 12300 ли умножаем на 360 шагов и получается 4428 шагов или метров, если допустить, что среднестатистический шаг равняется 1 метру. А теперь посмотрим расстояние от современного китайского города Сиань, который расположен на месте древней ханьской столицы Чаньянь, до современного города Тараза. Это 3982 километра. Прибавим 60 километров, которые составляют расстояние от Тараза до центра Жуалинского района и выходит в месте 4042 километра. Расхождение в 350-400 километров для такого дальнего расстояния явно допустимо, тем более, что местоположение древних караванных дорог вряд ли точно совпадает с местоположением современных трасс. И тут кто-то может сказать, а почему именно в сторону Тараза пошел отсчет маршрута? Может, кангюйская столица Битянь располагалась в другой стороне? Ответ на этот вопрос также таится в древней китайской летописи Ханьшу, где Чаньянь конкретно указывает, что от столицы Усунь, города Чигу, до столицы Канзюй-Битянь 2200 ли. В одном из своих предыдущих видеороликов я постарался доказать, что по всей вероятности столица Усунь и Чигучен находилась на месте современного Алматы. С учетом этой гипотезы расстояние от Алматы до Тараза составляет 499 километров. Добавляем 60 километров от Тараза до центра Жуалинского района. Выходит 559 километров. И это также почти совпадает с указанным в китайских летописях дорогой. Ведь 2200 ли умножаем на 360 шагов и получается 792 километра. Разница таким образом также небольшая, если также учесть, что древние караванные пути, как я уже говорил, не всегда соответствовали современным асфальтным дорогам. Кроме того, в процессе раскопок на древнем городище Баркуап в Жуалинском районе было обнаружено огромное количество артефактов. На данный момент их количество составляет 3500 экземпляров. Это и керамика, орудия труда, ювелирные изделия. По мнению таких авторитетных ученых, как Карл Байпаков и Дукей Талиев, все эти артефакты действительно относятся к Ангуйскому периоду. А найденные керамические горшки и каменные зернотерки полностью соответствуют керамическим изделиям отрар-каратаусской и жета-асарской культур, которые всем миром признаны как археологические культуры кангуйского государства. Наличие развитого древнего города подтверждается и находками на месте Баркуапа больших жилищ со всеми признаками развития также в кангуйском стиле. В 2019 году в древнем городище Баркуап уже были обнаружены останки древнего человека, возраст которого датируется примерно 2000 лет, что также соответствует кангуйскому периоду в казахской истории. И последнее. Земли по среднему течению Свердари и Жуалинская долина, то есть весь Жуалинский район современной Жамбылской области, являются коренными владениями древнего рода канглы, связь которого с кангюями безусловна. Тем более, одними только представителями рода канглы заселены соседние с городищем Баркуап аулы Бахадей Терес Нурлыкент. Таким образом, все вышеперечисленные аргументы позволяют локализовать столицу кангуйского государства, легендарный город Битянь, в районе современного казахского города Тарас. И продолжающиеся сегодня раскопки на месте древнего города Баркуап позволят в ближайшем будущем не только доказать, но и показать, как же выглядел легендарный город Битянь, который был столицей одного из мощных государств Азии – кангюя. И это тоже наша история, которую мы должны знать и которой мы должны гордиться.